Всем привет! Сегодня я хочу вам показать продукты, которые я вчера купила в Рикоши. И еще хочу вам показать один тональный, который мне вчера также в магазине дали попробовать. Мне очень понравился и зашел формат, он какой-то необычный, я никогда подобного не встречала. И я хочу очень поделиться мнением, своими эмоциями. Да, это будет первое впечатление, но ничего страшного, потому что эти эмоции, они скорее от формата, от подачи, нежели от текстуры. Текстуру я толком еще не пробовала, я хочу попробовать ее вместе с вами. Волосы я заколю для удобства, как я и говорила вчера в телеграм-канале. Мы с девчонками обсуждали, я отрезаю себе, от кромсала челку, шторку. Вот. Потом всячески пытаюсь ее убрать, заколоть, зачесать, залезать, залачить, все что угодно, лишь только она не мешала мне. Я воронэксперт. Понятное дело, по стандарту я никогда практически ничего другого не использую. Так, лицо готово к нанесению тонального крема. И здесь я хочу вам показать вот такой вот новый формат от бренда Кларанс. Это тональный крем в капсуле. В капсуле содержится 0,2 мл. То есть это на одно использование, на один раз. Таких капсул в обычной стандартной упаковке 30. То есть всего, я вчера посчитала, получается у вас 6 мл. Стоимость такого вот, такого формата с таким количеством мл со скидкой получается 2,4 где-то примерно. Я смотрела на сайте Золотого Яблока. На сайте Рифгош он стоит дешевле, где-то 1995, около 2000 в общем. Про миллилитры, конечно, это минус, но зато формат максимально удобный для тех, кто часто ездит в командировки. Это, конечно, несомненный, просто прям огромный плюс еще такой. Вы рассчитываете, сколько дней вы будете в поездке, сколько макияжа в день вам надо будет сделать. И вы берете нужное количество вот этих вот капсул и не превышаете вес. Вот это вот прям максимально удобно, и я никогда такого не встречала ни в одном бренде. Вот, и мне теперь хочется попробовать, что там по покрытию. Значит, заявлено, что это очень легкое покрытие, то есть от легкого до легкого. Ничего сильно перекрывать не будет, поэтому если у вас всыпание ничего не перекроет, только слегка выровнит. Сатиновый финиш, как мне объясняла консультант, в общем, это эко-состав, 96% органических веществ. В общем, полностью такой уходовый крем с тонирующим эффектом. Ну что, давайте попробовать. Кстати, выглядит он вот так вот. Вот такая вот коробочка. И там 30 капсул вот этих вот. И, кстати, есть еще, когда у вас эти капсулы закончатся, мне нужно выбрасывать коробочку. Есть такой пакет пластиковый, туда заложены, ну это как бы сменный рефил такой, да? И там заложены, положены следующие 30 капсул. Открываете этот пакетик, закладываете вот в эту коробочку и снова пользуетесь. Поэтому считаю, что это очень здорово. Ну что, давайте попробуем. Кстати, пахнет он персиком, как и милк-бост. То есть это не классический запах лоранца. Так. Пук. Такая маленькая капсулина. Так. Значит. Интересно, как я ее должна оторвать. А, вот, ой. Да. Надо, конечно, присноровиться. И вот такое количество выходит у нас из одной капсулины. Как я уже и говорила, пахнет то ли персиком, то ли абрикосом. Давайте я буду наносить ее кистью истоклоном. На одну штуку попробую, да? Мои пигменты, конечно, не перекроют. Посмотрим. Покрытие приятное. Легкое-легкое. Прямо такое. И очень легкая, просто простая текстура в плане распределения. То есть никаких танцев с бубнами здесь нет. Мне кажется, такая текстура проще, легче и логичнее будет носиться. Да, носицы распределятся с помощью кисточки. И вот, такое вот покрытие. А давайте следующую сторону я сделаю с помощью спонжика. Очень просто интересно посмотреть. Текстура, вот когда вы распределяете на руке, она как будто бы какая-то силиконистая, кожу сглаживает. И такой, знаете, эффект. Финиш прям такой мягчайший софт мат. Но, в общем, неплохо. Опять же, есть такой момент, когда вы распределяете спонжиком тональную текстуру. Свечение от формулы, оно как будто бы притупляется. Мне вот особо это не нравится. Если есть какое-то свечение в формуле, то я хочу его максимально раскрыть. Максимально он раскрывается только с помощью кисточки из синтетики. Но, в принципе, здесь так неплохо. Чуть-чуть плотнее покрытие получилось. Свечение... Свечение особого здесь я не вижу. Но в целом... В целом особой разницы нет. Нет, в целом особой разницы я не вижу. Поэтому выбирайте любой, любимый ваш инструмент. И можете распределять. И наслаждаться покрытием. Хорошим покрытием, легким, нежным и удобным форматом. В общем, этому крему я ставлю большой-большой лайк. За формат, за идею и за саму текстуру. Едем дальше. Припудрию чуть-чуть лицо. Для того, чтобы я не вликовала в ненужных местах. Здесь у меня работает палетка от Нуба в номере 25. Я вот так вот пройдусь под глазами. Чуть-чуть центр лба, нос и подбородок. И не меняя кисть, я беру скульптор из этой же палетки. И немножко прохожусь в подскуловой зоне. Чуть-чуть я скульптуру лица свою усиливаю. Легкая-легкая коррекция. В принципе, я не люблю что-то такое яркое. Для дневного, например, макияжа, да? Ах, черт, я забыла. Я забыла, что я вам хотела показать палетку Top Face. Голова наберена. Ладно, убираем. Не, ну конечно, мне очень нравится этот формат. Когда я поеду в командировку, в какую-нибудь, то я обязательно прикуплю себе такую штуку. Потому что это суперудобно. И текстура, форма, тона прям вообще нормальная. Так, все, давайте я вам вот эту... Теперь давайте я вам покажу вот эту вот палетку. Свою вчерашнюю покупку из RIMGOSH. Это Top Face 3 в 1. Здесь контуринг. Несколько контурингов, несколько оттенков. И хайлайтер. У меня номер 02. Купила вчера последнюю. Выглядит она вот так вот по-весеннему. Маэстро Академия. Пластик добротный. Не хлипкий. Ничего не скрипит. Ничего не пытается выпалиться. И ничего не шатается. Здесь вот большое зеркало. И 4 оттенка. 4 оттенка. 3 скульптора, 3 бронзера и 1 хайлайтер. Здесь всего по граммовке 8 грамм. То есть в каждом рефиле по 2 грамма. Для лица это мало. Это, как можно сказать, большие тени. Ну, что есть, то есть. Она стоит где-то около 600-700 рублей. Но, в принципе, это 4 продукта за 8 грамм. И при такой упаковке нормальный. Подойдет. Ладно. И давайте я сделаю сначала хайлайтер. Покажу вам, как он работает. Я сама на лице его не пробовала. Пробовала только вчера в магазине. Вот, какой яркий. Боже мой. Все морщины сейчас подчеркнут мне. Яркий, но не крупнозернистый. Но сияет знатно. Я наношу козой. Дальше я поменяю, пожалуй, кисть. Возьму синтетику. Сифарума пятую. И я возьму вот этот вот дип. Вот этот вот дип оттенок. И сначала я попробую руке, как он работает. И вынесу его на подсколовую зону. Текстура, кстати, очень легко тушуется. Что мне хочется сказать про нее. И хайлайтер очень яркий. Не знаю. Наверное, мне больше нравится деликатный. Но я не скажу, что он крупнозернистый. И как-то вот сильно подчеркивает рельеф кожи. В принципе, рабочий. Рабочая текстура. Хорошая, мягкая, тушующаяся. Что по поводу скульпторов. Наверное, вот оттенок сумбре. Он самый, наверное, такой рыжий. Самый такой бронзирующий. Остальные оттенки, они выглядят вот так. Вчера показывалась в магазине. Но так как там свет был не очень такой какой-то приятный. И поэтому цвет был искажен. И передавался неправильно. Вот так вот они выглядят при искусственном освещении. При лампе такого нейтрального цвета. Вот. В целом мне нравится. Все очень легко и быстро тушуется. Без залипания. Средняя пигментация. Чуть выше средней пигментации. При этом шелковистая текстура. Все быстренько и мягко тушуется. В общем, пока я довольна. И буду пользоваться, тестировать дальше. Первое впечатление у меня очень замечательное. Вообще, во всей косметике Top Face у меня только хорошее впечатление. Я часто покупаю их продукты. И остаюсь очень довольна. Как в плане упаковки, так и в плане текстур. Дальше предлагаю накрасить быстренько глаза. Купила себе. Вдохновилась я. Престуром, который устроил Виллиан с собой блогером. Страивает им развлечения. Экскурсии. Они делают красивый контент. И я вдохновилась. В общем, вдохновившись этим. Я купила себе вот эти вот тени. Я купила один матовый. И купила Sparkle. Вот такой вот. В общем, я купила два оттенка. Матовый и сияющий. Это оттенок матовый 0,5. А сияющий и 0,2. Они между собой, на мой вкус, очень красиво работают. Очень красиво между собой сочетаются. И хочу вам показать их. Мягкие матовые текстуры. Они легко работают. Без проблем. Из каких-либо заморочек, хоть левой пяткой у соседа возьмите, растушуйте. И растушуется все прекрасно и идеально. Наношу на центр подвижного века. Они, видите, такие немножечко белесые. И растушевываю по подвижному и немножко по неподвижному веку. Дожидаюсь, когда чуть-чуть подфиксируется, когда чуть-чуть подсохнет. И дальше я внесу, закреплю эту кремовую текстуру матовой текстурой. Пока я возвращаюсь к палетке Top Face. И возьму тот оттенок, которым я прорабатываю лицо. Этот вот дип. И проскульптурирую складочку века. В следующем этапе прорисую межнезнечную зону. И нарисую небольшую стрелку гелевой подводкой Тони Моли в номере 02. Дальше я поставлю пучки. Немного пучков на глаза. И прокрашу коричневой тушью. Так, ну что, ресницы готовы. Я их подклеила. Немножко десятки, немножко одиннадцатый на уголочек. Прокрасила тщательно коричневой тушью. И теперь давайте нанесем аспарк от Вимен Собо. У меня в номере 02. И они очень капризные. Если неправильно их нанести, они начинают пришивить. Кисточкой они плохо растушевываются, плохо распределяются. Там довольно-таки крупные блестки. Поэтому я сначала наношу их на руку. И потом пальчиком я набираю. Распределяю их равномерно. И потом уже пальцем я аккуратно, прилепляющими движениями наношу на подвижную часть века. В качестве украшения. Минутку посидите с закрытыми глазами, чтобы гель, который есть в составе теней, он подсох. Блестки на веки зафиксировались и никуда не скатались, и никуда не слиплись, не опали. Таким образом мне больше нравится, когда я попробую их в первый раз. Я попробую их распределять кистью и в большом количестве. И сразу с аппликатора на века. Получилась какая-то катавасия, месива. И естественно у меня все быстро скаталось. Завершаем макияж. Здесь тоже хочу похвастаться вам своими новинками. Это не новинки у меня в косметичке, это просто новинка комбо. Я раньше так никогда не сочетала эти продукты. Чисто случайно, конечно, все это получается. И мне понравилось, как это все работает. Я беру сначала карандаш от Ardeco из линейки Green Couture номер 33. Я наношу полностью на всю поверхность куб, делаю контур, все-все-все. Использую, в общем, как помаду. А потом комбинирую вот с этой вот помадой от L'Oreal номер 303. Это такой розовый поросячий перламутровый оттенок, который был популярен раньше в 90-х. И когда я его первый раз увидела, я подумала, куда я его буду наносить. Соло сочетать его, соло наносить его просто невозможно. Это сразу же от назад, назад я не хочу. Вот. И чисто как-то случайно я его попробовала скомбинировать с другим карандашом и с другой помадой. В том числе и с этой. Вот это мне очень понравилось сочетание. Перламутр не так лезет в глаза. И при этом сочетание карандаша и помады вместе они... Когда я сверху наношу вот эту помаду, карандаш смягчается, текстура немножко с формы выменяется. И финиш получается очень красивый, очень мягкий. Я вам сейчас это все покажу. И вот так вот получается уже с помадой. Получается, по-моему, очень симпатично, очень нежно и очень мило. И вот такой вот обзорчик у меня и макияж получился. Получилось очень нежно, получилось очень красивенько. Я очень всем довольна, как продукт работает. И текстура тона мне понравилась, и формат. Это я уже вам говорила в начале, что я вообще просто от восторга от такой идеи. И палетка Туп Фейс мне понравилась, и тени Бивен Сабо. Ну, конечно, не без заморочек, но тоже понравились. Особенно матовые. Я вообще матовые подложки очень люблю. И сочетание помады с карандашом мне понравилось. В общем, теперь я жду обратной связи от вас. Как вам, что вам больше всего понравилось. И до скорой встречи. Пока!